Всем привет, друзья! Сейчас поедем с Женьком смотреть машину, возможно, ее купим. Не знаю, встаю, жду Женька уже, наверное, минут 10. Сказал, без 15 подъедет, до сих пор нет. Но сейчас приедет, и мы поедем. Здарова, Женек! Привет! Нормально? Поехали! Друзья, подписывайтесь на канал Женька. У Женька офигенный канал, потому что необычно все. Он тренируется вместе со своей женой, со своим сыном. Да, сын тоже уже начинает вовлекаться в работу. Сколько лет сына? Полтора года. Полтора года, если у вас есть семья, я уверен, вам будет интересно. Поэтому заходите по ссылке в описании, подписывайтесь. Даже если у вас нет семьи, у вас будет семья по-любому. И на будущее вам будет интересно узнать, как же можно тренироваться в домашних условиях, когда у тебя есть маленький ребенок, которому полтора года, и он неугомонный. Да, и у него прикольный сын. Я не педофил. Подписывайтесь. Смотри, ты, конечно, так... Хап, смотришь, хап. Добрый день, по поводу Мерседеса звоню. Вчера списывались с вами, что... Звоню, уточнить, в силе все, мы просто выезжаем. Ребята, гонимся, короче, за Мустангом. Он за этой машиной. Вон, Мустанг поехал. Если хотите, чтобы мы сняли с ним контент, обязательно напишите. Крутая тачка, это моя любимая машина вообще. Виталя, мы за тобой гонимся. Хотел себе такую машину? Почему? Ну, во-первых, у меня семья, это непрактично. Во-вторых, я понимаю свои возможности, и я понимаю, что я не смогу реально обслуживать эту тачку. Короче, такой Мустанг стоит 22 тысячи евро, это примерно около 2 миллионов рублей. Поэтому, в принципе, если у вас есть 2 ляма, можете купить и потом вкладываться. Блин, дорогой, удовольствие на самом деле. Сейчас остановимся, ребята, у Силамяя, там, короче, город такой в Эстонии. И покажем вам Мустанг немножко. Но потом с Виталиком он приедет на Ру и снимем с ним отдельный там ролик. Посмотрим, до сколько разгоняется до 100 и так далее. Думаю, интересно будет. Пишите плюсик в комментариях, если хотите такой ролик. Воу! Вот это та челла. Бабки привезли. Блядь, кто такой? Бабки, блядь. Ну, мужик, тачка крутая, реально. Это, блин, моя любимая тачка вообще. Тачка, да, тачка вообще огонь. Замутим видос с тобой? Слушай, не вопрос, конечно. Давай, приезжай от нас, короче. Я, ты и Мустанг. Да, да, будет огонь. Короче, ребятки, тут такая проблема есть, что с российской картой можно снять определенное количество денег. Но я ничего не снял, поэтому я не знаю, как мы тачку будем покупать. Может, как-то договоримся, не знаю. Посмотрим, короче. Ну и все, приехали. Вот она тачечка. Тачечка. Мерседес Е270. Так, друзья. Я искал тачку уже, наверное, больше года, потому что у меня машины не было, может, год и там 2-3 месяца. Я уже год искал машину. И я не мог найти вообще нормальную тачку. Даже в ценовой категории от 4 до 5 до 6 тысяч евро машины либо битые, либо у них плохо проходит ТО, техосмотр и так далее. То есть, какие-то косяки определенно были. Я практически каждый день заходил на сайт и смотрел машины. Но вот эти вышеперечисленные штуки, все вот эти ТО и всякая вот эта фигня, она возникала практически у каждой машины. То есть, либо битая машина, либо ТО не проходит нормально. Даже за 6 тысяч евро, за 7 тысяч евро. Особенно Ауди, там вот эти Хонды, Аккорды и так далее. Мы также с Женьком ездили, смотрели разные машины, в разные города ездили. В основном мы смотрели Ауди А6, потому что я привык как-то к аудюхам. У меня прошлая машина Ауди была. Но они все какие-то подолбаны. То у них мотор течет, то еще что-то там. То аварийное, то по 5 аварий. Короче, дичь. А можно как-то посмотреть внутри мотора? Вот эта крышка не снимается. Там не подтекает двигатель, там ничего нет. Подтеков нет. Ну так-то вроде чистенько все тут. Ржавчины нет. Нормально. Что скажешь, Женек, по мотору? Классная тачка. Бэх, семерка. При запуске двигателя ремень, короче, свистит на холодную. Что касается этой машины, она реально как бы ценовая категория неплохая для 2002 года. Потому что в России мне друг сказал, что у вас там стоят вообще по 500 тысяч рублей вот такие машины. Поэтому за 3200 евро, получается за 3100 евро, получается довольно-таки хорошая машина. То есть у нее нет каких-то там серьезных поломок. То есть мотор работает нормально, коробка работает нормально, подвеска хорошая. То есть в общем состоянии она довольно-таки хорошая. То есть салончик даже хороший, весь не затрепанный, такой живой. Пробег у нее, кстати, 220 тысяч километров. За 16 лет это довольно-таки мало для Мерседеса. Не знаю, она приехала в Эстонию в 2011 году. Может быть до 2011 года где-то там скручивали пробег. Не знаю, это надо проверить по евробазе, так сказать. Вот. А в общем, как бы салон нормальный, не затрепанный, не затрепанный. Короче, снаружи тоже нормально. Немножко ржавчинки там есть, это можно убрать. Но это не критично, то есть огромных дырок там нет. Маленькие ржавчинки кое-где есть. Это бывает на всех старых машинах. Достаточно быстро нагрелось. Слушай, нагревается вообще просто бомба. Я говорю, я 5 минут, он уже тепленький. Ну что, друзья, короче, машина, Женек сказал, хорошая вроде бы. Но такая тема, что я не смог снять больше полутора тысяч евро с российского счета. Поэтому завтра приеду, ну, сниму там, короче, лимит в день полтора косаря. Мне нужно снять 3200 получается. Вот, сниму и приеду завтра, заберу тачку. Что у нас, Женек, из минусов? Какие косячки есть? Из минусов, единственные косяки, которые мы нашли, это начинает свисти кузов. То бишь, появляются маленькие жучки. Но для 16-летнего Мерседеса маленькие жучки, это не критично. Да, но еще второй косячок ты забыл. Подсвистывает в начале этот ремень. А, ну, посвистывает ремень. Его нужно поменять, чувак сказал, что где-то 20 евро, да, стоит или что-то такое. Ну, короче, это недорого. Ну, это недорого, да. Это недорого и это расходник. Да, когда заводишь, короче, машину на холодную, там, ну, пару свистов такие проходят, они потом и нормально все. Поэтому я завтра еду на автобусе, забираю тачку, приезжаю домой и будем с ней контент мутить. Что касается маленьких косячков, то когда мы завели машину, то услышали свист в моторе, точнее не в моторе, а в ремне генератора. То есть на холодную, реально вот когда зимой машина стоит, заводишь ее, на холодную начинает посвистывать ремень. Его надо, скорее всего, менять. Это первый косяк, наверное, самый масштабный, глобальный. Второй косяк, как я и сказал, немножко ржавчинки есть, но это тоже можно подубрать, подкрасить там и так далее. И третье, нужно масло поменять. То есть это не косяк, это расходник, это обязательно нужно, когда покупаешь машину, менять там все масла, все жидкости и так далее. То есть, а так, прям каких-то вот серьезных ошибок там каких-то, ничего такого нет. Друзья, ну что, это новый день, приехал обратно в этот город, в Йехве, буду забирать сейчас машину. Посмотрим, насколько она хороша, когда я сам прокачусь, потому что я тогда даже не успел прокатиться, только женек ездил. Короче, поедем домой. Ребята, смотрите, как выглядит пачка, короче, 3100 евро. Сейчас покажу. Вот так вот, ешкин кот, если достать это выглядит, то вот так, ешкин кот. Друзья, ну что, я купил машину, вот сижу уже тут, все, собираюсь домой, навигатор установил, сейчас погоню, потому что я не знаю, как отсюда выехать до Нарвы. И по пути вам расскажу свои ощущения, впечатления и так далее. Полетели. Могу точно сказать, что машина в довольно-таки хорошем состоянии, лично по моему мнению, я не автоспециалист какой-то там, не разбираюсь в машинах и так далее. Но машина хорошая, топит нормально, неплохо, видите, смотрите, подрубил, вау, погнал. Вот. Плавный поворот направо. Направо, плавный поворот, говорит, через 300 метров. Прикол в том, что я никогда вообще на автомате не ездил, а это именно автомат. Я ездил всегда на мануале, и сейчас надо привыкать немножко, потому что у меня левая нога постоянно тянется к сцеплению, а там сцепления нет, и поэтому... Но она тянется, получается, к тормозу, потому что какой-то педаль и тянется. Вот. Такое вот дело, поэтому буду привыкать к автомату. Левую ногу максимально убрал туда, чтобы она никуда не сувалась. Поэтому, ну, пока что мне все нравится, довольно-таки хорошо машина идет, вроде бы, да, то есть, опять же, по моему мнению, я не особо разбираюсь в машинах. Но вроде неплохо работает. Как будут, короче, какие-то другие проявления, не знаю, как я буду ремонтировать ее и так далее, я обязательно буду снимать, поэтому следите, не переключайте. Теперь, что я хочу сделать по этой машине. Я хочу, во-первых, затонировать ее. Во-вторых, хочу обтянуть сидушки кожей, либо кожзамом, ну, короче, салон обтянуть кожзамом и так далее. Также хочу купить летние крутые колеса с дисками вместе, чтобы были такие прям ух. Вот. Следующее, это я хочу убрать ржавчинку, как я уже и сказал, чтобы там подкрасить это все тыры-пыры. Следующее, это поменять ремень вот от генератора. Короче, работа еще есть. И если вам это видео реально зайдет и оно будет набирать просмотры с машиной, то я обязательно это все выполню, потому что бабки все-таки нужны на тачку. Если вам понравятся такие выпуски, то будем делать. Ну, все, друзья, приехал я домой, поэтому ставьте лайк этому видео. Если вам понравился такой вложик, можно сказать, да, то обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, что вам понравился такой влог с машинами и так далее. Я уверен, взрослым людям, да может и не только взрослым, такой контент явно зайдет, поэтому будем еще делать такие видочки с этой машиной. Еще сделаем, скорее всего, с Ford Mustang, как и обещал. Будет круто, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем выпуске. Пока!